МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так пришло мне, что сегодня хочется сказать о чем-то таком важном. Думал о том, чтобы и вам можно было, и записать можно было. И я думаю, что эта тема подходит всем. Давайте откроем. Матфея 22 глава. Да. Чтобы не делать длинных вступлений, мы сразу прочитаем и пойдем в тему. Матфея 22 глава. Ближе к 37-му стиху, но я скажу, какой точно. 35. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сей я есть первая и наибольшая заповедь». Дальше читать не будем. Поэтому вот таким образом Иисус ответил однажды. И его спросили, что самое главное, да, другими словами, что вообще самое главное в отношении к Богу, к чему вообще все это, да? И он это сформулировал очень хорошо, потому что он понимал, что это значит. И так ответил. И то, что я хочу сказать сегодня. Вроде все просто, правильно? Я когда первый раз слышал, я бы можно сказать, все понял. Поэтому, но вот между этим понял и произошло, прошло очень много времени. И потому что невозможно заставить человека любить. Вы знаете, об этом не я? Угу. Можно заставить ненавидеть, сделать так, да? Можно заставить бояться. Можно заставить слушаться. Можно многие вещи заставить делать человека, вынудить. Вынудить, подвести так. Но любить заставить невозможно. Вы представляете? И даже Бог, Он не может заставить нас Его любить. Представляете? И это на самом деле очень важная вещь. Потому что, что такое любовь? Любовь это отношение. Некоторые христиане, не то чтобы некоторые христиане, наверное, в определенных контекстах размышления о том, что такое любовь, мы можем сказать, что любовь это не чувство. Да, как некоторые любят говорить, что любовь это, да, это дела, это действительно так. Но даже ребенок знает, что любовь это в первую очередь чувство, в любом случае. Когда мы слышим слово «любовь», мы понимаем, что любовь либо есть, либо ее нет. Правильно или нет? Нельзя из любви убрать чувство. Потому что, в принципе, это самое главное. Просто это такие чувства, которые обязательно будут выражаться в делах. Понимаете? Обязательно. То есть, потому что, ну, просто представьте, да, каждый из вас, наверное, влюблялся когда-то в кого-то или любил, да? Можно ли вот сделать что-то плохое, какого ты действительно любишь по-настоящему? Нет. Ну, именно в момент, когда ты любишь. Поэтому, вот, хотел так немного поглубже об этом поразмышлять. Мы и головой немного здесь проработаем. Но то, что я хотел действительно вот оставить, так вот и вначале, мысль такую вам дать, что это процесс, это обязательно процесс. И вот действительно, когда ты это читаешь, и вот, да, когда ты понимаешь, что такое заповеди, да, заповеди – это то, что нужно исполнять. Правильно? Вот, ну, тебе сказали, и ты их исполняешь. А как исполнить любовь? Просто. Как можно исполнить любовь? Как можно вот заставить любить? Это либо есть, либо нет. Правильно или нет? Поэтому, это на самом деле то, что хочет Бог. В Библии нам написано, что Бог есть любовь. Вот Он Сам есть любовь. Поэтому, в принципе, все, что Бог хочет, это просто любить. Из Него идет любовь, и Он хочет, чтобы к Нему тоже шла любовь. Вот, вот, что означает, в принципе, Бог. Где-то написано тоже в Евангелии, что любовь – это совокупность совершенства. Совокупность совершенства. Совокупность самого лучшего, законченного и так далее. Но, вот, вопрос в чем заключается? Как же любить того, кого я никогда не видел и не увижу? Как действительно любить Бога? Что это значит, любить Бога? Не только, вот, исполнять заповеди, да? Потому, что, в принципе, Иисус сказал, да? Кто любит Меня, тот исполнит Мои заповеди, да? Но это же не полное определение того, что ты любишь. И, естественно, или можно даже наоборот сказать, вот, потому что здесь можно разные вещи услышать. Даже вот в этом слове можно по-разному поставить ударение. Кто любит Меня, тот исполнит Мои заповеди. Понимаете? То есть, некоторые пытаются, и исполняя заповеди, да, Божьи, как бы, прикрыться этим, что они любят Бога. А, может быть, Иисус сказал, кто любит Меня, тот и исполняет Мои заповеди. Понимаете? Это и есть то, что исполняет Мои заповеди. То, что Он Меня любит, это и есть то, что Он исполняет Мои заповеди. Потому что тут одно без другого не можно. Давайте я Вам сразу скажу еще один стик такой вот, чтобы понять, что я имею в виду. Это первая Коринфянум, восьмая глава. Я долго думал, как мне в эту тему заехать. Откуда же мне в эту тему заехать? Потому что, знаете, можно пойти не в том порядке немножко и упустить главное. Но я бы Вам хотел вот сейчас начать именно с главного. Восьмая глава, второй стих я прочитаю. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Я иногда вот этот стих ловлю духовно. Я сейчас постараюсь Вам объяснить, что это значит. Потому что здесь написано. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Итак, выше написано, да, о неложертвенных язвах мы знаем. Потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь возедает. Вот еще забыл прочитать Вам, да, то, что знание оно надмевает. Что это значит, знание надмевает? Это значит, что иногда, ну действительно, информация, это сила, ты владеешь информацией, и оно тебя поднимает выше, там может быть, кого-то, например, таким-то уровнем, ну или просто тебя поднимает в этой жизни, дает тебе какое-то преимущество. Ты знаешь, и оно тебя как бы успокаивает, оно тебе дает силу, защиту, все, ты вот что-то знаешь, да, ты уверен, ты это знаешь, ты идешь, вот что бы ты ни знал, о чем бы ты ни знал, да, другу говорят, ты знаешь что-то, ты знаешь, что ты это знаешь, и ты, что? Тебя это надмевает. Хочешь ты, не хочешь, тебя это как бы вот успокаивает, как будто бы тебе это достаточно. Ты удовлетворяешься тем, что ты его знаешь, вот об этом, вот об этом, и чем больше ты знаешь, тем больше ты надмеваешься. Вот так, в принципе, это происходит. Но апостол Павел, он духовный человек, и он противопоставляет знанию определенную вещь. Вот это все, как и работает его в мышлениях. Потому что, например, да, если быть чуть-чуть религиозным человеком, можно было бы после этого сказать, но, там, знание надмивает, да, но, например, можно было бы сказать, но ты тогда будь в смирении, и не надмивайся, да, грубо говоря, вот так вот можно было закончить эту мысль, правильно или нет? Логично, по-человечески как, да? Но апостол Павел противопоставляет вот этому, вот того, что знание надмивает, и тот, кто думает, что знает, ничего еще и не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание надмивает. Итак, что же это значит, кто любит Бога, тому дано знание надмивает? Можно идти по логике чисто нашей человеческой. Типа, люби Бога, и тогда тебе будет дано от него знание, да? Опять же, да, пытайся любить Бога, старайся любить Бога, и тебе будет дано от него знание. Можно так сказать здесь? Но я это слышу по-другому, потому что наивысшее знание, самое лучшее знание, которое приходит от Бога, оно заключается в том, находишь ли ты себя любящим Бога. Вот действительно, можешь ли ты засвидетельствовать про свою жизнь, про свое вот ощущение, про себя, про свою сущность, про свое существо, что ты любишь Бога. Находишь ли ты себя так? Тогда все твое знание, это просто надмивание. Потому что вот кто найдет себя однажды, обнаружит себя, я бы использовал такое слово, однажды, кто обнаружит себя в том, что он действительно любит Бога, и не может ничего с этим сделать, он просто любит Бога и все, и находит себя любящим Бога, это и есть самое лучшее знание, которое дано тебе от Бога. Потому что вот действительно любить Бога, это, опять же, это и чувство, но это состояние, это состояние и это отношение, это отношение ко всему, просто к жизни. Что значит любить Бога? Да, это значит, ну, тот, кто любит Бога, он не может постоянно ездить, ну, грубо говоря, как пример, да, ездить на машине и на всех ругаться. Его все раздражает. Дождь пошел, дождь пошел, жара, какая жара, да. То есть, ну, это я, обычные примеры, а, это эти, они плохо, это не я, и так далее, да. То есть, разве может быть, вот, ну, раздраженный человек, и всем, и человек, вечно попадающий в что-то, не соглашающийся со своей реальностью, вот я бы как это назвал, да. То есть, любить Бога, это значит любить свою реальность. Любить, вот, просто, вот, все, что тебя окружает, любить себя, принимать себя, принимать ближнего, и не то, чтобы, вот, ну, только делать добро, да, как некоторые иногда пытаются купить Бога, купить вот это состояние любить Бога, так сказать, да, или как бы делая, делая, делая какие-то дела, пытаться себя, вот, обнаружить, что он любит Бога. Нет, это тоже не работает. Действительно, любишь или не любишь, все, понимаете, вот, у вас никогда там жена не спрашивала, а ты меня любишь, а ты меня не любишь, и ты меня любишь. Ну, у меня частенько, и... Жена. Жена это жена. У нее есть Бог. А у него же есть Бог. Что говорил? Но, тут же не важно, о чем говорил. Если жена уже тебя спрашивает, любишь ли ты ее, это уже означает, что она ощущает, что ты ее любишь. Она просто еще раз хочет услышать от тебя, засвидетельствовать, там, и так далее, получить для себя какой-то, может быть, комплимент, или просто, или, ну, я это вообще называю, что ко мне жена спрашивает, ты меня любишь, я это знаю, я это слышу, как, что она меня очень сильно любит. Потому что, когда человек вот так вот спрашивает, и я сам себя ловил, мне иногда хочется ее спросить об этом, на ее волне летая, да, но я понимаю, что это я завуалирую вот это вот, свое отношение к ней. Вот, поэтому, любишь или не любишь, есть или нет, и, как бы, вот, жена хочет это ощутить, жена хочет это понять, человек тоже, они живут, они хотят вот это вот ощущать, чтобы у них это было между собой, да, и в отношении с Богом, примерно, все то же самое. Но, я вот просто хотел, ну, как пример сказать, однажды, когда я нашел себя, тоже, как любящим, действительно, Бога, это когда моя жена засвидетельствовала мне ревность, что она ревнует меня к Богу. Когда она, там, однажды, ну, просто там, а ты меня любишь, ну, скажи мне что-нибудь, я говорю, отстань от меня, мне нет, ну, как обычно, всегда не в тему, или еще что-то. Ну, и, своего рода, может быть, игры такие, да, но она мне говорит, ну, вот, Бога ты любишь, вот, когда ты там молишься на собрании, да, вот, ты такие, ну, как бы, вот она, это в контексте было сказано, это не то, что она вот так сказала, но я просто понял, что моя жена ревнует меня к Богу, потому что она понимает, что я люблю Бога. Она мне вот именно через какие-то такие вопросы и разговор, она мне это засвидетельствовала, что, и я нашел себя счастливым в этот момент, я понял, что моя жена врать не может. Ну, я имею в виду, это уровень чувств, и она понимает, если она любит, я ее, она меня любит, я ее люблю, и есть еще что-то, что я люблю больше, чем ее. И это действительно, ну, я понял, что в моей жизни, как бы, это есть, и это произошло. И это действительно, ну, в принципе, вот, то, что должно быть у человека, потому что это самое главное запад, то, с чего мы начали, то, что Иисус сказал, да. И Иисус однажды говорит, если кто из вас любит отца, или мать, или дочь, или сына, больше, чем меня, не достоин меня. Представьте, какие жесткие слова, в принципе, сказал Иисус, но Он засвидетельствовал об истине, Он засвидетельствовал о смысле, что действительно вот это вот, вот эти вот отношения наши с Богом, да, они действительно и должны быть вот именно такими, на уровне любви, понимаете. Не на уровне какие-то посторонние, какие-то отдаленные, какие-то по представлениям, какие-то через кого-то переданные, наученные, там, и так далее. Нет, это самые родные, самые близкие отношения, самых близких и родных существ друг для друга. Понимаете, почему Бог так и говорит нам об этом. Есть такой стих, давайте прочитаем притчи, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума, здесь нет слова «любовь», да? Но, и я обычно, это вот свежее такое откровение, то, что действительно мне открылось не так давно, и я действительно увидел в этом что-то скрытое от людей, и что-то скрытое, именно вот часто Бог самые лучшие вещи Он прячет. Помните, Иисус, Он говорил то, что всем даны притчи, но вам дано знать смысл притчи. И часто есть вещи, которые закрыты. И вот здесь говорится, что начало мудрости – страх Господень, да? И это известное очень местописание, его любят цитировать, и часто, когда говорят о страхе Господнем, приводят это местописание, что это очень круто, иметь страх Господень. Но вы знаете, что здесь написано, что начало мудрости – страх Господень. Если есть начало мудрости, значит, что должно быть? Значит, есть продолжение, значит, есть полнота мудрости. Правильно или нет? Мы иногда думаем, что иметь просто, ну, бояться Бога, да? И иметь такие отношения на уровне, вот, бояться Бога. Что значит бояться Бога? Да? Ну, бояться согрешить, бояться, что Он тебя оставит, бояться, что не благословит и так далее, да? Ну, как бы побаиваться, бояться, уважать, да? И это действительно то, что должно приходить вначале. Но это вначале. Нельзя всегда пребывать вначале. И тогда, если страх Господень – начало мудрости, то тогда что есть полнота мудрости? Как вы думаете? Не оскажет Бога. Не оскажет Любовь. Ну, Боже, полнота мудрости. Но это же ближе больше тогда к страху. Нет. Понимаете? Ну, нет, тогда не оскорбись, тогда не оскорбись, а? Есть же три состояния. Сначала страх Господень, потом торговлю с ним. Как бы я тебе сделал, дай мне обратно. А есть третье, когда ты уже боишься его. Опять же боишься. Ты сейчас используешь, вот, по слову, вопрос, все. Тогда нельзя использовать, по слову. Да, ну, я просто не... Я к этому и веду. Я не умею разговаривать с картиной, я говорю правильно. Нет, 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 ты... Ладно, я не буду сейчас расправить, что-то не буду, не буду им отвлекаться. Ну, я... Ладно, я в контексте проповеди. Наверное, можно спорить там и так далее. Но я просто хотел зафиксировать на это внимание, что если есть начало мудрости, значит, есть полнота мудрости. И Иисус однажды сказал то, что царица Садская пришла послушать мудрости Соломоновой издалека. Но что он сказал про себя? Он сказал, что здесь больше Соломона. Понимаете? И Соломон был самый мудрый, самый, да, великий царь, да, и вошел в его изучение, вошли в Слово Божие. Действительно, его мудростью руководил Бог. Но пришел Иисус и сказал, что он больше Соломона. Понимаете? И он полнота этой мудрости, потому что он и есть это воплощение Божьей любви. И есть любовь. Поэтому то, что я бы... Сегодня я сейчас еще вам покажу какие-то доказательства тому, что у любви есть движение. Движение. И то, к чему мы должны прийти, это действительно к пониманию того, что Бог есть любовь, и все, что в принципе Бог от нас хочет, и это не то, что он это от нас хочет, он это хочет для нас. Он это хочет для нас, потому что, чтобы мы познали его, а он есть любовь, и просто научились пребывать в любви. Соответственно, просто чисто практически вы представьте, если вы, ну, что лучше иметь в своей жизни? Разражение, гнев, страх или еще что-то, да? Или любовь. Причем любовь взаимную, да? Потому что, да, иногда говорят, что нет ничего хуже, чем неответная любовь, правильно? Когда один любит и страдает, да? А второй просто безразличен. И на самом деле, я бы сказал, что обратная часть нелюбви, да, если есть любовь, то это совсем не ненависть. Это безразличие. Это, ну, это для меня в этом случае. То, чтобы я хотел противопоставить, если разделять, как бы, белое от черного и сказать, что вот есть любовь, и тогда по нашей логике иногда ненависть, да? Нет, безразличие, это еще хуже. Однажды в Откровениях там есть такое слово, когда Бог говорит, ты в церкви, когда Он не обвиняет, Он говорит, ты оставил первую, ты много сделал, ты много совершил, ты молодец, но одно имею против тебя. Ты оставил первую любовь свою. И ты не холоден, не горяч. И поэтому, если ты был холоден или ты был горяч, это одно, но так как ты не холоден, не горяч, ты тепл, я извергну тебя, написано, из себя, да? Ты не будешь частью Меня. Поэтому Бог хочет, Он знает, когда для Него лучше, да? Если бы был человек холоден, Он знает, как ему помочь, как с ним работать. Но если Он просто тепл, это не очень хорошее состояние. Но часто именно вот в таком состоянии мы больше с собой пребываем, потому что мало кто отважится в своей жизни быть холодным по отношению к Богу, да? Быть прям против Бога и вообще ничего не хотеть и так далее, да? Все так немножко оставляют вот это вот за собой слово нормально, как дела нормально, да? Но это вот примерно об этом и говорится, да? Куда ты идешь? Я еще раз хотел бы зафиксироваться на том, что мы сказали по поводу вот этого второго хоринфиана, что знание надмивает, но тот, кто любит Бога, тому дано знание от него. То есть смысл как бы нашего знания и того, как действительно понимаем мы жизнь, как мы живем, мы должны больше понимать от того, в каком состоянии находится наше сердце по отношению к Богу. Любим ли мы действительно Бога или не любим мы Бога? Какие наши отношения с Богом? Просто ли мы боимся Бога? Просто ли мы боимся Божьего гнева, Божьего наказания или неблагословения, да? Хотим как-то вот влиять на это, да? Но это лишь начало, это лишь полдела для того, чтобы вот просто начать. Потому что это хорошая вещь, страх Господень, потому что это начало мудрости. Это действительно, ну, начало мудрости, да? Когда ты начинаешь быть мудрым, когда ты начинаешь, это ты веришь, да? Что Бог едет, ищущим его воздает и так далее, да? Но есть еще нечто большее именно вот этих вот отношений с Богом. То есть откроем 1 Иоанн, там именно об этом говорится. И я считаю, что Иоанн примерно об этом говорил. Не цитируя эту пищу Соломона, да, которая говорит, что страх Господень, начало мудрости. Первое письмо Иоанну, глава четвертая. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняется. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Вот однажды Иоанн сказал это, то, что к чему мы должны стремиться, что есть на самом деле. Потому что, ну, некоторые люди, может быть, даже и отказываются иметь отношения с Богом, или останавливаются в своих отношениях с Богом в определенном состоянии, думая, что это и есть то состояние, которое должно быть, понимаете, просто, может быть, бояться Бога, уважать Бога, слушаться Бога, стараться не грешить там и так далее, понимаете. Но это есть разные вещи. И это есть действительно определенный переход. Переход от начала мудрости к полноте мудрости. То, что здесь в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Действительно, в страхе есть мучение, правильно? И я знаю, что именно вот из-за этого часто люди, они же не отдают себе отчет часто, да? Вот. Просто есть определенное состояние, да? Есть определенное состояние, в котором ты находишься. И это состояние отношений с Богом. Понимаете? Вот. Реально есть отношения с Богом. Реально ты то делаешь, кто-то там много постится, кто-то старается молиться, кто-то вот всеми силами старается меньше грешить. Когда согрешит, идет делать определенные вещи. Почему он делает определенные вещи часто? Потому что боится потерять отношения с Богом. И часто вот все эти отношения с Богом именно вот и построены на этом. Что это на самом деле больше страх, чем любовь. Понимаете? И мы просто, так как мы часто об этом не разрушаем, мы не думаем, мы просто думаем, что это так и должно быть. Что это так у всех. Что мы для этого как бы и созданы, и ничего мы с этим никогда не изменим. Но апостол Иоанн, он называется апостолом любви, если вы знаете, да? Он тот, кто лежал на груди Иисуса. Тот, кто всегда был ближе всех к Иисусу. Иисус ему открывал определенные вещи. Помните, на вечере у него были эти отношения такие с Богом, что он действительно его просто любил. И когда Иисус сказал, что один из вас дьявол и предаст меня, все начали говорить. Они яли и сомневаться, и бояться. И они не знали, они не понимали, каждый в себе что-то нашел. Но Петр дал знак Иоанну, спроси, кто? Знаете, и это говорит о том, что вот уж точно никто не мог подумать, что это Иоанн. Понимаете? Потому что вот уж этот точно не может быть предателем. Понимаете? Потому что вот его сердце было такое. И он очень много как раз и говорит об этом. И о любви много говорит. И любите друг друга, и любите Бога. И Бог есть любовь, и это все он говорит. Поэтому и вот он и это произносит то, что он как раз и сравнивает вот эти вот свои отношения с Богом с теми отношениями, которые бывают, которые есть. То, что он говорит, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Понимаете? Боящийся несовершен в любви. И дальше, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Понимаете еще? В чем, ну вот, как можно любить Бога? Потому что, ну действительно, нужна же причина, чтобы любить, правильно? Если ты не можешь увидеть, да, если ты не можешь вот общаться часто напрямую, и так далее, тебе нужно как-то любить. Понимаете? И заставить себя любить нельзя, правильно? Но вот осознать то, что Он сделал для нас, да, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Понимаете, то, что, ну для того, чтобы действительно любить Бога, нужно вот это, ну осознать, пережить, что Бог тебя любит. Что Бог тебя любит. И этим, ну а то, что Он тебя любит, Он в первую очередь доказал своим Сыном, правильно? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, даже всякий, верующий в Него, не болит, но имел жизнь вечную. Правильно? И никто не может запретить тебе поверить в Сыну Божьего и принять вот эту вот любовь от Бога в свою жизнь. И это должно произвести вот эту обратную реакцию, понимаете? В этом и суть разница между Заветами, между Новым Заветом и между Верхним Заветом, да? То, что Иисуса не переваривали вот эту вот религиозную элиту за такие слова, что Он называл Бога Отцом. Просто, да? Как так? Понимаете, они называли, что Он богохольствует, значит, Он причисляет себя, делает себя равным Богу и так далее. Они не могли это просто вместить в свой разум на то время. Мы сейчас, уже видя этот пример, как будто бы из этого вышли, но на самом деле не все вышли и не можем, иногда не понимаем вообще, что это действительно значит. И иметь такие отношения с Богом, как с Отцом, понимаете? Вот в реальности иметь такие отношения с Богом, как с Отцом. Потому что отец и сын – это все, понимаете? То, что, ну, смысл-то в чем? Что сын, ну, как бы, если сын ошибается и что-то делает, это же не значит, что отец его перестает любить. Или он перестает любить после этого сына. Правильно или нет? Это все, это, грубо говоря, они оба друг другу навсегда привязаны. И они понимают, что это отец, это сын, все. И вы же знаете, например, да? Если ты вот в чужом доме находишься, да, ты скован, правильно? Ты выполняешь правила. Ты даже лучше выглядишь на самом деле. Ну, я имею в виду в рамках приличия, да? Поэтому вот это вот представление, что часто, да, там, вот, крестьяне, они должны быть во всем послушны, да, во всем идеальны. Это не совсем то. Потому что самое главное, что должно произойти, как бы, вот в жизни человека, это действительно вот это вот осознание, что ты дома, ты у отца, и часто дети дома у отца могут, ну, пойти и взять что-то, и съесть что-то, и посуду за собой не помыть, правильно? И еще что-то сделать. Ну, это действительно такие отношения. Поэтому Иисус нам это показывает и открывает вот эти отношения. Давайте мы теперь вот чистотехнически посмотрим, что действительно Он сказал Иисусу, то, что мы прочитали в Матфея 22 главе в начале. То, что это самое главное заповедь. Потому что Он не просто сказал нам возлюбить Бога своего, но любить Бога, да? Ну, там было сказано, возлюбить Господа Бога твоего, как? Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением. Правильно? И это же тоже должно что-то значить, правильно? Если бы мы как бы вот, ну, я бы хотел немножко здесь разобраться и немножко действительно вам показать, что для меня это некие ступени любви, что это некий порядок, который не просто так порядок. Понимаете, нет? Что на самом деле, если у Бога что-то идет сначала, потом идет, потом, потом идет, в этом тоже есть что-то важное, правильно или нет? Что не вываливается все в одну кучу. Вот, если мы возьмем заповеди Моисея, знаете, 10 заповедей? Знаете? Ну, кто-то может произнести какие-то заповеди? Из 10 заповедей Моисея. Не убей, не перебай здесь. Ответы? Не упройди. Что отца и Матфея? Еще? Кто-то помнит? Самая первая, вот Господи Моисея. Не-не-не, она не там. Не создаю образа и Падали. Угу. Ну, мне понравилось, это мой любимый тест, который я всегда провожу для того, чтобы вот, ну, вы сами смогли увидеть, что для вас важно и как вы воспринимаете действительно Бога. Потому что Бог дал тысяч заповедей, у них есть порядок, как Он их давал. И никто никогда не произносит самое первое утро. Никто никогда вначале, понимаете, вот. И это говорит о том, что мы, на самом деле, не знаем порядка вещей. Все начинают вот так произносить. Не убей, не прелюбодействуй, не крадей, не лжесвидетельствуй, да, там. Ну, редкий случай, почитая отца и мать. Но вы знаете, что эти заповеди, они делятся на две категории. Есть заповеди по отношению к Богу, и есть заповеди по отношению к человеку. Вот этих вот отношений. Первая заповедь вот из этих десяток, знаете, как она звучит? Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта. Да не будет у тебя других богов при лицом моих, да. Первое, то, что Бог говорит, я, Господь, Бог твой. Понимаете, это то, что, ну, это то, что должно быть первым. Это действительно вот расстановка приоритетов, понимаете. Потому что, вот, 90% всех наших проблем, это то, что мы пытаемся заповеди исполнить в другом порядке. То, что мы думаем, что вот эти вот заповеди по отношению к человеку, не убей, не прелюбодействуй, не крадей, не лжесвидетельствуй. Это вот самое главное, действительно, что должно присутствовать в жизни. Начинается, ну, христианская жизнь, она действительно строится от того, что Бог есть. Понимаете, он говорит, я, Господь, Бог твой, я есть, я личность, да. Когда его Моисей спросил, а кто ты, да, а он ему ответил, я есть, тот, кто есть. Ну, другими словами, я есть то, что есть, все, я просто есть, я сущий, я существую, все. Это то, что, это то, что первое должно вот у нас быть, что Бог существует. И самое вот основное, это понимать. Понимаете, а не то, что там вот кто-то нас за что-то накажет там и так далее. Поэтому у Бога есть порядок. И есть вот действительно в этом всем смысл. Как это все понимать и практиковать. У нас часто все перевернуто. Но я вам сейчас докажу, покажу, почему перевернуто. Потому что вы действительно увидите разницу. Потому что здесь написано, что Иисус сказал, «И возлюби Господу Бога твое всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим». И я вам сейчас прочитаю место Ветхого Завета, где эта же заповедь говорится в Ветхом Завете. Это второзаконие. Ветхого Завета, шестая глава, пятый стих. С четвертого нужно прочитать, чтобы полнота была. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един и есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоей». Ничего не замечайте. Вот то, что сказал Иисус, он по идее процитировал Ветхий Завет. И в другом месте, там тоже так же, там тоже добавлено одно слово. Поэтому, знаете, у евреев есть такая штука, я недавно об этом услышал, но это место я нашел до того, как это услышал. Что когда в Слове Божьем, да, вот у них есть такой принцип подхода к священному писанию, когда в Слове Божьем встречаются два места одинаковых, да, когда здесь это говорится и здесь это говорится. Но если есть какая-то разница между этими двумя местами, туда нужно смотреть очень внимательно. Значит, там зарыт очень-очень-очень важный смысл, который, ну, действительно очень важный. Вы не заметили разницу? Хотите еще раз прочитать? Да. Давайте я вам прочитаю и напомню. Матфея, 22 глава, 37 стих, там написано. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всею душою твоей и всем разумением твоим. Здесь мы читаем. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоим. Есть разница? Что, неужели вы будете с него разницу? А? С него разница. Ну, на самом деле, в Матфеи не стоит вот эта вот сила. В других двух местах, или там в одном, там написано. Возлюби Господу Бога твоим всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею разумением твоим и всею силою твоей. То есть, есть четыре вот этих вот момента. Во второзаконии мы видим этих моментов три. Три. Всею сердцем, всею душою и всею силой. Что отсутствует? Разумение. Разумение. Вот в этом и кроется самый-самый большой смысл. Что в Верховном Завете, да, и именно вот в этих отношениях с Богом отсутствует разумение. То есть, отсутствует именно в любви к Богу отсутствует разумение. Понимаете? Потому что, ну, отсутствует вот эта вот, для меня это вот эта вот, вот эта вот третья ступень, как бы основная ступень, к которой человек должен был прийти. Потому что, что произошло с этими людьми, да, в Верховном Завете, что они постоянно, Бог делал в их жизни что-то, они все время что-то куда-то там приходили, что-то делали, потом, и опять вздубались, опять начинали гряжить, новые кризисы, их нужно было вытягивать из кризиса, и опять, и опять, и опять. И вот такая вот штука, она все время по кругу. И мы видим в Исаии, как Бог на это гневается, и так далее, и так далее. Но, Бог, Он на самом деле, как бы гневается на все это дело, но Он просто хочет нас через это чему-то научить. И я вот здесь вижу, что это как три ступени. Возлюбей Господа твоего всем сердцем твоим. О чем это говорит? Потому что многим из вас то, что нужно сделать первое, это в принципе действительно начать с того, чтобы возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим. О чем это говорится? Что такое сердце? Сердце — это мысли. Сердце — это, да, больше всего хранимого береги сердце твое. То есть ты начни с того, что начни отдавать Богу свое сердце. Начни с того, что начни больше думать о Боге, искать как бы Бога, размышлять об этом. То есть Давид однажды в своем псалме поет. Я помню, я на этот псалм наткнулся, он меня сильно вдохновил, когда я там был христианином, год может быть. Я только начинал свое христианское движение. И действительно мне попало этот стих, что он говорит, что дай мне Господи возлюбить Тебя неразделенным сердцем. И меня это так коснулось, я вот сам это нашел в Библии, и я начал так тоже молиться, что я хочу, действительно, уж если любить Бога, то неразделенным сердцем. Потому что я понимал, что половину отдать смысла нет. Я хотел любить его всем сердцем. Поэтому для меня возлюбить Бога, то, что я хочу сегодня сказать, всем сердцем, это говорится об искренности твоих намерений. Просто всем сердцем, искренне начни действительно размышлять, постарайся отдать свои мысли Богу, да, то есть начинай, грубо говоря, заставлять себя верить. Можно так сказать. Понимаете, начинай с этого, что ты себя заставляешь верить. Ты еще, может быть, не понимаешь, ты еще, может быть, по-любому не понимаешь. Вот. Потом идет следующий момент. Всею душою твоей, да, возлюби Господу Богу всею душою твоей. Вы знаете, что душа, она, ее можно сравнить с женщиной. Душа, она как женщина. Женщина, она когда любит, когда чувствует заботу о ней, когда видит подарки, когда видит какие-то проявления, да, и действительно Иисус нам говорит то, что не заботьтесь о душе вашей, да, что вам есть, да, то есть не заботитесь о том, что Он говорит, что Бог заботится, Бог печется, и действительно мы должны, вот, наше отношение с Богом, когда мы открываем Богу свое сердце, когда мы к Нему поворачиваемся, когда мы принимаем Христа, когда мы вот в своей жизни действительно начинаем искренне искать Бога, Бог начинает в нашей жизни проявляться через определенный момент. Ты начинаешь видеть какие-то чудеса, какую-то заботу о себе, тут произошло, там произошло, да, то есть Он начинает насыщать тебя, и заботиться и о душе твоей, чтобы ты чувствовал себя хорошо. И это действительно вот целые отношения, целые отношения. И вот у народа Израиля, когда они вышли из Египта, да, то есть вот, для меня, мы можем сказать, вот этот вот выход из Египта, да, когда пришел Уисей и сказал, Бог вас выводит, все, да, и они поверили, что Бог их выводит, они поверили, и они пошли, да, и это, грубо говоря, как бы означает, возлюбить Бога твоего всем сердцем, то есть начни верить в Бога, начни делать эти шаги, начиная выходить. Они вышли, ну, куда они пришли сначала, да, когда прошли море, они пришли в пустыню. Если вы знаете, что там было в пустыне, Бог их кормил манной, и кормил их периодически мясом, и давал им воду, и скалы, да, это вот и говорится о том, что Бог о них заботился, и они это видели, они это ощущали, понимаете, они вот этим жили действительно, это было ихней жизнью, это было духовное жилье. То, что мы видим в народе Израиля, мы должны понять, что это нам идет отражение духовных отношений с Богом, понимаете, это не в физическом Бог здесь говорит, то, что Павел там говорит, то, что все они пили из одного источника духовного, да, и вот на этом, в принципе, их отношения и закончились. То есть, а что мы видим вот в этих отношениях? Что они постоянно приходили вот в это состояние раздражения к Богу. Вот это вот, опять есть хочется, и опять, как бы, нет веры, потому что это действительно так, мы вот так вот живем, вот, нам хорошо и Бога любим. Правильно? И других любим, и люди какие хорошие, да, Миша? И друзья какие классные, и периодически, когда есть хорошее настроение, когда есть что-то, потому что Бог и есть, вот, ну, вот это вот, ну, Он наполняет, да, наполняет тебя, насыщает твою душу надеждой, светом, там, и так далее. Ты это ощущаешь, но когда ты это не ощущаешь, любить Бога очень трудно, правильно или нет? Очень трудно, это значит душа, понимаете, это значит душа, потому что есть духовное отношение с Богом, есть душевное отношение с Богом, и в этом есть очень большая разница, потому что душевные отношения с Богом, они вот не постоянные, но они есть, понимаете, и это тоже отношение, и иногда, некоторые могут быть пытаются сказать, это неправильно, понимаете, Почему это неправильно? Это правильно, это данность на самом деле. Мы никуда не можем уйти от этих душевных отношений с Богом. Никуда, они есть. Все, Бог заботится, тебе хорошо, ты видишь опыты. Хлеб насущный наш, дай нам надень этот. То есть ты это переживаешь. Это вот забота о душе, Бог заботится. И поэтому мы видим, что у них там в верхнем завесе на этом все и закончилось. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и дальше всею силу твоей». То есть уже у них после этой затмени, так как им не дано было разумения, у них сразу идет «включай свою силу». Что значит? Это уже старайся, грубо говоря, за все это держаться. Вот у тебя есть твое сердце, твое искренне, вот Бог тебя периодически кормит, заботится о тебе. И вот держись за все вот это, храни и живи вот такими отношениями. Понимаете? И я хочу сказать, что у большинства верующих именно такие отношения. Именно на таких отношениях у них вот все, грубо говоря, заканчивается, основывается, и они так и живут. И этому пример сам народ Израиля. Потому что вот эти люди, которые вот были в таких отношениях, они, написано, не вошли в землю обетованную. Не вошли, не были в... Не потому, что Бог такой злой, что Он не ввел их, вот они так вот ошиблись тут один раз. Нет, это больше говорится о том, что вот только в таком состоянии невозможно войти в землю обетованную. Невозможно. То есть, и тогда, как их жизнь вся выглядела, знаете или нет? Это была небольшая пустыня, которую можно было пройти, я раньше думал, за 40 дней. А тут мне сказали, вообще за 11 дней можно было пройти пустыню. Ну, большая, правда, пустыня. 11 дней пешком можно нормально, да? Сколько километров 20 можно за это пройти, наверное, да? Или сколько вот пешеход в день может проходить? 5 километров в час, там, 50 даже может пройти, да? Ну, если стану мыть... Ну, ладно, начну. Да, 30, там, ну да. Ну, говорят, ну, я не знаю, 300 километров, да? Представьте, пустыня. И большая, действительно, но не настолько большая, чтобы в ней прожить всю свою жизнь. Понимаете, вот, не настолько большая. И мы иногда думаем, что выход из этого есть, но мы видим, что у них выхода из этого не было. Временем выхода из этого нет. Вот то, что я вам хочу сказать. Каждому из вас обратиться, что просто временем из этого выйти нельзя. Просто то, что однажды на тебя что-то снизойдет, и ты оттуда выйдешь, нет. Потому что у них это не произошло. Они ходили там только до одного момента. Знаете, до какого? Пока не умерли все. И когда они все умерли, вот, следующее поколение посмотрело на них и сказало, а мы так не хотим. Мы начнем выходить из этого состояния. Понимаете, поэтому я хочу здесь вот именно вот это вот и сказать, то, что самое главное, что Бог нам дал. Он же нас сотворил по своему образу и подобию. И то, что вот именно здесь и есть вот эта вот разница. То, что всем сердцем твоим, всей душою твоей, и сразу шло все силы твоей. Но Иисус раздвинул и сказал всем разумением твоим. Всем разумением твоим. Он дал понимание. Он дал пищу для разума. И давайте откроем, как вот Павел об этом сказал. Чтобы уже тоже на месте Писания основывалось. Первое Коринфянам. Мы недавно... Второе Коринфянам, третья глава. Мы недавно уже говорили об этом месте. Но мы еще раз прочитаем. Второе Коринфянам, третья глава. С четырестого стиха. Но у мы их ослеплены. Ну или можно выше, например, прочитать. А не так, как... Имея такую надежду, двенадцатый стих, мы действуем с великим дерзновением. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета. Потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда тогда покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господний, там свобода. Мы можем сказать, что это про евреи. Можем сказать, что это тогда, для них и так далее. Но для того нам Библия и дана, чтобы мы понимали путь. Потому что это действительно путь народа Божьего. Вот Бог избрал, Бог проговорил, Бог вывел, Бог повел и так далее. Есть определенные этапы. Поэтому это все очень сильно касается и относится действительно к нам. Чтобы мы действительно на примере их осознали, что из этой пустыни, из этих отношений не так легко выйти. Не так легко выйти. Просто временем из них не выйти. То есть нужно приложить определенные усилия. Во-первых, в чем заключается это усилие? В том, что нужно это признать. Что твои отношения, они остаются только на этом уровне. На уровне душевных отношений. И поэтому я очень много в своей жизни встречал, оно не правильно такое определение, но как разочарованных христиан. Причем христиан разочарованных как будто Богом. Как будто вот, а это действительно реальность. Понимаете, иногда другие христиане, которые продолжают идти по своему пути, и они говорят, ты что, как же так можно? Как же можно разочароваться Богом? Можно разочароваться Богом. Если твои отношения остаются только на уровне, ну как бы вот сердца, твоей искренности, да, и на основании души. Когда вот все, что ты получаешь от Бога, это вот эту заботу периодически о твоей душе, опыты там и так далее, да, оно, ну дальше тебя провести не может. Дальше приходит только разумение. Мы про это прочитали. Но мы их были ослеплены. И то же самое покрывало, оно не остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Да? Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. С одной стороны, тоже все просто. Мы можем сказать, ну мы в Новом Завете, и мы просто тоже уже ко Христу обратились, и все. И оно, наверное, автоматом у нас снялось. Снялось, да? Но мы не поэтому должны это определять, а потому любим ли мы Бога всем своим разумением. Понимаете? Открыт ли нам Бог так, что мы действительно влюблены в Него, понимаете? Потому что вот, ну, сердце и душа, ну, сердце, понятно, оно вначале. Искренность твоя, и твои, как бы, вот эти мысли и ощущения. И потом душа, душа непостоянна. И мы не можем, ну, вот, действительно, вот, иметь вот полноту в любви к Богу, только на основании того, что мы хотим, Бог о нас заботится, там, и так далее. Мы должны, наш разум должен открыться на Его красоту. Потому что, действительно, ну, это тоже никуда не уберешь. Влюбляются часто, действительно, глазами. Понимаете? Влюбляются во что-то, что нравится. В то, что, ну, действительно, да? И у нас есть апостол Павел, мы, может быть, позже прочитаем, то, что он молится, что я, прежде всего, когда молюсь, по-моему, Ефесянам молитва, да? Я молюсь, чтобы Бог, Господа моего, Иисуса Христа, дал вам духу премудрости и откровения к познанию Его. То есть это вот первоначально открыло очи сердца вашего, да? Очи сердца. И это и есть разумение духовное. Когда, действительно, ты начнешь, действительно, Бог тебе открывается, и ты, действительно, понимаешь, и ты влюбляешься в то, что ты уже, действительно, видишь эти духовные моменты, эти духовные откровения. Приходит это духовное разумение. Понимаете, я вот вчера тоже ребятам объяснял, и хотел бы опять вот напомнить, что храм... Однажды в Бедном Завете был построен храм, и Моисей получил определенное устройство этого храма. И там был внешний двор, внутренний двор, святое, святое святых, и в святом святых стоял ковчег откровения. Все у Бога было построено ради того, чтобы в центре поставить ковчег откровения. Понимаете? Все вокруг этого было построено. И этот ковчег откровения был с закрытой крышкой. Представляете, то есть, да, как это было устроено. И мы сейчас понимаем, что храм, Иисус нам сказал, это вы. Мы храм Святого Духа, да. Это нам Писание сказало. И мы в это как бы поверили, что Бог живет в нас. Но мы тоже устроены, как этот храм. У нас тоже есть вот эти вот области познания Бога, да. И мы иногда думаем, что наша жизнь должна быть построена по принципу снаружи двигаться вот в это внутреннее, потому что оно так было построено. Потому что по плоти человек именно так и заходит. Он приходит во внутренний двор, да, и так далее. Но мы знаем вот этот процесс, который там был сделан, да, что туда вот в это внутреннее мог зайти только один раз в год, один человек. Понимаете? Вот в этот сам центр присутствия Божьего. И то написано не без крови, да. Жертв значит не без крови, не без жертвы. Значит, он туда в страхе заходил тоже, понимаете? То есть он туда не с любовью заходил. Он просто заходил, потому что у него работа была такая, понимаете? Это была ответственность огромная, чтобы туда зайти, да. И так это было построено. И о чем я говорю о схеме нашей жизни? О схеме вот действительно того, что мы должны вот это вот переосознать. И когда завеса разорвалась, когда Христос умер, да, она разорвалась как раз вот, открыл этот доступ к святой и святых. То есть оттуда все пошло. Поэтому то, что сейчас Бог хочет, чтобы мы двигались оттуда. И то, что действительно, помимо того, что нам нужно зайти в этот святой и святых, да, просто зайти, есть смысл, что действительно заглянуть в Ковчег Отравление, да, то есть у него есть крышка, правильно или нет? Значит, крышка что-то скрывает, что-то прячет, что-то сокровенное, что-то тайное, да, что может, ну, действительно, открыться только тебе, что там личное, там один человек, понимаете? Туда не придешь, группы не откроешь, не посидишь, не посмотришь кино. И это вот именно то, что способно наше сердце влюбить в Бога, понимаете? Вот для меня, то, что я хочу сегодня объяснить, то, что со мной произошло, то, что со мной происходит, то, что это самое ценное для меня, когда Бог мне говорит, когда Бог мне открывается, когда я вижу эти смыслы, когда эти смыслы, они действительно в меня ложатся и они становятся моими смыслами, не чем-то, что вне на меня действует, да, а то, что действует действительно изнутри, то, что Иисус сказал, что, когда Он сказал Святому Духе, что реки живой воды потекут откуда? Из чрева. Мы иногда строим такие отношения, что Бог дай мне, дай мне, дай мне и наполни меня и так далее, да, но на самом деле Бог изнутри движется, да, и Бог хочет именно двигаться любовью изнутри тебя, изнутри тебя вот запускать вот это все. Но для меня вот я хотел на этом остановиться, что именно через разумение, через разумение, через то, что ты сначала всем сердцем, потом в процессе всей душой и не соглашаешься с тем, что вот на этом остановиться. Понимаете, почему я привел вам Верхний Завет и Новый Завет? Потому что не зря там вот это вот сокрыто, что там отсутствует это разумение, там отсутствует вот эта вот самая важная штука, которая должна присутствовать в жизни человека, что это все не без понимания. Бог не хочет нас сделать зомби послушными, просто слушайся меня, делай это, или делай то, или нет. Он хочет в нас родить этот источник любви к нему, потому что он сам источник любви и знает, как это круто пребывать в любви. Все. Понимаете, поэтому кто любит Бога, тому и доносит действительно знание от Него. Вот в чем смысл знания. Поэтому просто в том, чтобы найти наш смысл, в нашей христианской жизни, в нашей мечте, это чтобы как можно чаще, или как можно быстрее найти себя любящим Бога, действительно любящим Бога, ощутить это, что такое вот действительно любить Бога. Понимаете, чтобы не просто ты еще тоже это ощутил, да, но я однажды даже ощутил это как засвидетельствовал близкий для меня человек, человек живущий со мной, что он ощущает, что я люблю Бога. Вот это действительно, это действительно круто, это действительно, но кто может засвидетельствовать лучше, чем тот человек близкий и знает, вот действительно, что такое любовь. Поэтому для меня это круто, поэтому я бы вам вот это вот все хотел оставить. А сколько у нас там, вот время на камере показывает? Сейчас. Вот, и идут вот эти минутки, секунды. Час двадцать. Мама дорогая. Нет, час, час. Час? Да. Или час двадцать? Один час двадцать секунд. А, двадцать секунд. Вы держите еще? Я хотел еще один пример дать. Пойдет, да ладно. Пойдет? Да, ладно. Просто вот о том, о чем сейчас говорили, еще раз, чтобы продолжить, что это действительно, Бог хочет, чтобы это вот нам принадлежало, мы это ощущали, мы этим жили. Понимаете, не оставить нам вот, ну, без любви, не оставить нас только в страхе, не оставить нас только в мучении. Понимаете, вот, ну, как вот те отношения, которые закончились в пустыне, они действительно реальны, они есть. Я вот то, что хочу сказать, они есть. Я в них жил, периодически живу. Понимаете? Но есть нечто большее. Есть не только начало мудрости, есть полнота мудрости. И евреям, восьмая глава, десятый стих, то, что действительно хочет сделать Бог, и что Он делает. Вот завет, который завещаю Дому Израилю. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердце их, и буду их Богом, и будут моим народом. Аминь. Можно там потом дальше почитать, если вы захотите, но, ну, дайте сразу. И не будет учить каждый прежнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Пол говорит, что я дам новый завет. Я дам новый завет, который будет отличаться от этих сторон. И вот в этом он отличается. То, что я открою им эту тайну, и они смогут разуметь. Это будет внутри них. То есть это не будет чем-то внешним, что нужно сделать, куда тебя послали, а это будет, это будет такой завет, что ты хочешь это делать, что ты хочешь, чтобы тебя послали, что ты просто хочешь, чтобы тебе сказали. ты просто вот, это внутри тебя, это твое, это часть тебя, понимаете, вот это вот и есть то, что Бог хочет сделать, не внешние отношения, не просто люби меня всем сердцем и всей душой, потому что я забочусь о тебе, да, а именно вот еще всем разумением, и для меня вот после того, как пришло это разумение, откровение, идет на четвертом месте уже всей силой твоей, понимаете, то есть что, ну, иногда это нормально, что ты находишь себя, да, что, ну, ты не можешь вот всегда и вот быть послушным Богу, всегда находиться в духе, там, и так далее, и делать угодные ему вещи, там, и так далее, вот, ну, участвовать, не хочется иногда, не находишь силу, не хочется то или не хочется это, да, не хочется идти в церковь, не хочется читать Библию, и так далее, не хочется молиться, вообще не хочется думать о Боге, там, и так далее, не хочется, потому что не включается сила, Потому что вот есть эта душа, влияющая на это все, которая вот когда ей хочется, когда она радостная, она реагирует, да, она регулирует уже, что тебе хочется, что тебе не хочется. Но когда есть откровение, когда есть действительно вот этот уровень любви, что ты действительно видишь, что тогда эту силу включать гораздо легче, она уже сама включается. Потому что этот закон, он просто внутри тебя записан. И это, говорю, не происходит, вот, ну, понимаете, есть вот эти вот вопросы, что, ну, мы же в Новом Завете, мы же христиане, мы же через Иисуса Христа, мы вроде автоматом уже должны через эти вещи все перешагнуть. Нет, это Библия, это путь, понимаете, вот все, что здесь написано, этот Верхний Завет, это тоже прообразы того пути, по которому мы идем, который мы проходим, как нас Бог выводит, проводит и так далее. Хочешь просто остановиться на каких-то вещах великих и быть таким верующим, который, может быть, рассказывает, вот было, вот мне вот такое вот было, да. Потому что некоторые иногда только на этом свою жизнь основывают, что Бог там помог, Бог тут разрулил, Бог тут накормил, вода была и так далее. Но есть нечто большее, и это именно вот разумение, и это именно вот этот вот закон, который записан в мыслях, записан в сердце и работает уже изнутри. И я еще один пример хотел по Абрамовам привести, как я уже разговаривал с некоторыми, ну, как бы вот, как меня открылась немножко эта история, когда Абрама приносит сына своего жертвы. Знаете вы эту историю, да? И вот действительно, если задуматься, какая там любовь, когда Бог просит Абрама принести ему сына своего жертвы, я думаю, ну, что Бог пошутил или, как бы, хотел поиздеваться на человека. То есть проверить. Вам будет, ну, понравится, что у вас есть, какой-то человек захочет как-то так жестко проверить, да? Знаем иногда, да, про разные розыгрыши, да, как они иногда влияют на людей, да? И если это не понять духовное, что это такое, да, то, ну, нужно разочароваться, действительно, если задумываться, то, ну, как так, Бог, ну, зачем меня так испытывать? Ну, я так немного бы размышлял просто на эту историю. Я понимаю, что Бог через это хочет что-то сказать. Я помню, я эту историю и раньше говорил, и раньше как-то понимал. Сейчас она мне открылась немножко, как бы, вот, в другом свете, именно с практической точки зрения. Как же Бог мог ему об этом сказать? Что это значит? Мы знаем, да, что Авраам был уже там в преклонных годах, больше ста лет было, сын уже у него родился. Когда ему было около ста, у него родился вот этот сын по обетованию. До этого он родил другого сына через, там, служанку, помог Богу, попытался помочь Богу исполнить его же обетование, да, Бог пообещал, но, может, у Бога что-то не получается, попробуй через служанку, может, я что-то там не дослушал, там, и так далее. Но, в итоге, сын рождается, и поэтому сын, у него есть обетование, что этот, через него, вот, у тебя будет много детей, народ, из этого семени, и так далее. И, вот, вдруг, мы читаем такую вещь, что однажды Бог ему сказал, принеси мне сына своего жертвы. И, так как, вот, как-то в последнее время я по-другому немножко начал это ощущать, как говорит Бог, да, тут надо понять, вот, как говорит Бог. Мы иногда как хотим услышать, ну, кому-то во сне этот голос проговорил, да, но, практически, Бог, вот, как человек, он не говорит. И отношения с Богом, они, вот, не так строятся, вот, а, Бог, ты мне сказал, да, конечно, я пошел. Понимаете, часто Бог, он говорит из твоего сердца, понимаете, говорит из твоего сердца, через вот то, ну, в какой момент, где ты находишься, он, ну, он на самом деле всегда готов говорить, да, он, вот, из этого источника говорит, да. И мы можем только, вот, пытаться прислушаться, услышать, что же, к чему же, ну, другими словами, к чему меня влечет, или что мне мешает, или как я себя нахожу в этот момент. И я вот так подумал, что, вот, представьте, жизнь человека, у которого, вот, который долго-долго был с Богом, прошел много моментов, вышел однажды из своей земли, пошел в землю, куда он ему сказал, ты туда пойди, а там я тебе буду показывать, и постепенно тебе показываю, понимаете, то есть вот, и он, вот, через это стал отцом верой, что он послушался и пошел, и начал ходить по духу, да, начал, вот, слушать этот голос, то тут услышит, куда повернуть, то тут куда пойти, то тут обетование, то тут еще что-то, да, но, потому что, вот, реальные отношения с Богом, они такие. В Библии нам уже пишут часто, как данность, как произошло, и сказал, там, да, Бог вот так, как будто бы вот, сказал, как словами человеческими. Я просто так подумал, как бы Бог мог сказать Аврааму. И у Авраама был сын, да, вот этот, вот, любимый сын. Вы знаете, то есть жизнь человека, у которого, у которого Бог, вот, выполнил все его желания. Вот просто, совершилось, жизнь состоялась, денег, деньги есть, сын есть, все исполнилось, живи и радуйся, да, и все. И он любил этого сына, и вот у него вот этот, ну, и у него сын, да, которого он дождался, и которого он любил. Причем Бог ему сказал, принеси мне сына своего, единственного, единственного, потому что того уже даже не считал за цену, которого ты любишь. И там были написаны такие слова. И что я здесь вижу, что, ну, как будто бы, что Авраам, вот в этот вот момент, когда он живет сыном, Божьи обетования исполнились в его жизни, например, да, у него были, ну, очень крутые отношения с Богом. И очень Бог много говорил, вводил, там, и так далее. И я так подумал. И он вдруг находит себя в таком состоянии, что он больше любит сына, чем Бога. Понимаете, вот, просто, да? Он больше любит то, что Бог дал, нежели чем Богу. Потому что он знает состояние себя, что такое любить Бога. Вот пока не было сына, пока были какие-то трудности, он преодолевал рост, он это ощущал, он это переживал. Появился сын, и что произошло? Произошло смещение фокуса. Произошло вот это вот перемещение, да, его сердца, привязанности его сердца, да, вот этого вот состояния. И я так просто так подумал, что он находит себя в таком состоянии, что он любит больше сына. И, может быть, например, да, когда, как в практике, он пытается искать Бога, пытается тоже сделать какие-то вещи, но чувствует, ну, не хватает что-то, не работает что-то, да? И тогда он понимает, что он ничего с этим сделать уже не может. Ну, ничего он с этим сделать не может. Вот любит он сына, и все, понимаете? Мы не можем заставить, вот часто, даже мы не можем заставить свое сердце любить Бога. Да? Бог, вот, Бог своими отношениями с нами, через свои откровениями, он нас влюбляет в себя. Если мы ищем этого, если мы открыты для этого, если мы серьезно к этому относимся, и... Ну, тут у Авраама появилось что-то, что вот он не может. И тогда, что он понимает? Что это, ну, это то, что мешает ему, опять же, любить Бога. И что он может с этим только сделать? Что это нужно просто убрать с дороги. И он действительно заносит этот нож, он действительно полон решимости для, ради Бога, отказаться от сына, отказаться даже от этого обетования, отказаться вот, ну, 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 вы понимаете, как это работает? Ну, ведь я просто, почему я этот пример хочу привести, потому что я хотел вам показать, ну, вот именно эту разницу, как это может работать. Потому что, если Бог сказал Аврааму, просто принеси сына, и все, и не думай, да, вы думаете, это возможно? Ну, как бы, как не думать? Вы думаете, это, ну, это нормально? Я бы назвал, если, ну, как бы, вот, да, больше это как, как религиозный фанатизм, если об этом не задуматься. Это же, это же очень похоже, да, что принеси сына своего мне в жертву, да, что Бог жестокий, там, вожадный, там, и так далее, хочет тебя проверить, испытать. Но я здесь вижу, что Авраам понимает, что нет ничего лучше любить Бога. Понимаете? Нет ничего лучше любить Бога. Просто и ощущать то, что он любит Бога. И действительно ощущать в своем сердце любовь к Богу. И доказать своему собственному сердцу, самому себе, внутри себя, соответственно, доказать это и Богу тоже. Потому что Бог будет, ну, он смотрит на сердце и слышит сердце. И видит, любит ли твое сердце его, да, или не любит, да. Любишь ли ты его действительно вот просто. Просто. Или нет, да. Или ты любишь что-то больше у него. Понимаете? И вот Авраам, он поэтому и достиг вот этого вот совершенства. Поэтому он и назвал отцом веры. Что он действительно показал вот эту готовность в своем сердце даже отказаться от самого лучшего, что дал ему сам Бог. Понимаете? Не то, чтобы там отказаться от чего-то плохого или принести что-то вот в жертву, а именно вот, именно вот эту вот готовность. И поэтому вот Авраам, он очень, Бог, он очень сильно, как бы, Бога, Бог его благословил за это, да. Он очень сильно вдохновил Бога и сам вдохновился и нашел свое сердце, способное на действительно дела ради Бога. Поэтому вот так я увидел немножко эту историю, да, что, как говорит Бог, что мы должны научиться. И то, что я вижу тоже через эту историю, что Бог там не опоздал. Потому что, когда он занес этот нож на своим сыном, Бог ему дал агнице и сказал, нет, не надо, не надо это делать. Вот есть агнице и я вижу твою готовность там и так далее, да. И то, что Бог все контролирует, то, что действительно Ему можно доверять, то, что, кто действительно ищет Бога, доверяет Богу, действительно узнает, что говорит Бог, и Бог будет говорить, и возможно любить Бога. Действительно возможно любить Бога, и к этому нужно стремиться. Аминь? Аминь. Все. Субтитры подогнал «Симон»